КАМЕРЫ ЗАРЯДКА Понимаю, хрен знает где там от камеры зарядка Наши КСМ атакованы Так, ну что произошло, я вообще не понимаю Почему рестарт произошел, хрен знает Да я вижу, что поломалось, я даже причиной исчез Честно, не знаю, почему так произошло Сейчас должно войти Ну и Гумифа по всем направлениям оптимуса разваливает Уже вперед решил выдвинуться База атакована База атакована Ну что же, 1-1, ребята, третья карта у нас Ну и сейчас уже паша-то до этого не пахала База атакована Так, прыгаю в игру База атакована 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 Пристройка завершена. Пристройка завершена. Так, ну сюда такой же билд примерно у Оптимуса. Погодите. Ну он отдал только что двух реперов, я вам это показал. Это было просто додик стиль вообще полностью и целиком. Вот, и в итоге этот друг, наверное, плодов особо серьезных не принесет Оптимус, как мне кажется. Так, ну на Баншу захват рубил, было Оптимус какую-то секунду, но толку от этого мало. Плюс пока он захватом ее убьет, тут остальные юниты его циклонов минус нут просто в хлам. Пытается Оптимус еще отхарась. Но СЦ Хлугу у Меху раньше, в итоге вы видите, у него лимита больше. По рабочему он в плюсе, по всем параметрам в плюсе. Я так полагаю, что в перспективе нас ждет какой-то, в ближайшей перспективе, какой-то выход со стороны Гумиху. Две автотуретки, оптимуски, выставил. Кстати, пять рабочих. Шесть! Восемь рабочих забрал, что Гумиху творит вообще-то. Тем временем Гумиху сам Баншой летает, шатает. Пять в КСМ играл, причем даже без инвиза, что самое интересное. И еще восемь-восемь, а там, ну, то есть, полностью отмщены были свои рабочие, забрал столько же вообще. Чтобы было очень-очень неплохо со стороны Гумиха. Гумиха. Так, ну что-ка, вот тут у нас Попытался Гумиху куда-то тут пойти Пробить Оптимуса Но не получилось с него ничего сделать И между прочим, Оптимус решил сыграть Стилем победным своим Как вот до этого он победил А именно в мех решил сыграть Копятся по чуть-чуть Гумиху по лимиту превысил, конечно Плюс учесть то, что Био Более мобильно Позволил себе занять уже третью базу Гумиху Пять бараков заработает Старпорт факта работает А здесь три факты Старпорт Правда сейчас будут либераторы И с либераторами он где-то здесь танки засиджит И можно будет либераторами выгонять танки оппонента Воздух Воздух Оптимус контролит полностью Это хорошо Ну вот Оптимус вперед Вынулся как-то Ну слишком далеко Он засиджился от танчиков оппонента А вот Либератор ближе Значит Обычно подлетел Два удара успел сделать Надо идти дальше сейчас Ну да Похоже, что Гумиху Паза в последнее время Сильно сдал Слишком Не только в ТВТ А вообще в целом Во всех матчах Посмотрите Развалился Гумиху Оптимус просто приходит И Разорвал Гумиху Тут танчики Все-все-все Надо викингов посадить Да что это уже делает Здесь какой-то тормоз А Только Блин Гумиху ругал Теперь приходит Солкнулся Да сел бы викингами сюда И убил бы два танка Вообще Так Так 142 141 Полиамиду Армарио Гумиху Плюс один Здесь У оптимуса Даже Он и не пытается Грейды Начать делать Агитак Стайся Сертару Все А туреток Ноль Вообще Ну полетит Дроп И дальше Что На Прям На Танк Дроп Несем Гумиху Ничего Не Сделать Был Это Ведь Танк Танк Так, с минус камнем Будет дальше интересно гумич двигаться или нет Наверно да 172, 157 В этот раз оптимус даже отмасился И даже неплохой лимит он имеет здесь Два старкорта плюс Видимо либераторы будут Может даже с рейнджом В перспективе Либо, ну не викинги Я думаю это будет точно Викингов и так пачка большая Две лабы Да че, две-то лабы Интересно прям Банши может Оптимус хочет добавить микс А, либо рейвенов Наверно рейвенов все-таки Я что-то все перебрал, забыв об этом юните Который на лейте Эффективность Ну эффект стабилизирует сильно микс Всего помогает очень-очень неплохо Нададим им жару Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ну что же Либераторы популяли по чуть-чуть Оптимуса по 12 часов гумиху Ну гумиху он уже пятая база С мейном улетел И шестую он ставит И везде тут прессуют Камни пробирать эти карты Вот это Такая прикольная достаточно Мне как кажется, да По структуре По цветам своим таким По виду Так, ну оптимус почти 200 вообще 2-2 грейды делает на технику Ну у гумича даже вторая атака У самого на танке Раньше чему Оптимуса 2-2 Макро ЦЦ Погнали Как же убогу Подрался сейчас Отдал геликов Отдал либераторов А дальше-то что Дальше гумиху занял позицию И по газу достает Как минимум Здесь танк вообще ни за чего не достает Ну а в это время Гумич на мейн Прям прилетел И начинает оптимуса разваливать Здесь Он, конечно, геликами Возвращается И частью танка Тут колбатов надо Трансформировать В таких ситуациях Оптимус же этого не делает А зря ДГ пишет Понимая, что здесь уже не вытащили Ну что же Сейчас сугумиху Она будет на корейскую идти На корейский чай О, извиняюсь Все-таки что-то мне Блин Как так-то Выспался сегодня Наверное, поэтому Такая есть Я ну что, три дня до этого Не успевался Вообще Да, да, да Субтитры сделал DimaTorzok Вечно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же Сейчас подчеркаю и продолжим Добавил DimaTorzok 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 Так, ну что, постепенно люди Собрались после падения стрима Блин, это был косяк, конечно Ну, я не знаю даже, как взять запись Выкладывать Мне кажется, не буду ни хрена Выкладывать даже Вот так вот. 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 Так вот. Здесь Гумиху Крип. Ходит. Шатает пока цел tief. Неплохо выбил ответ на ones during occurrences. 來說 чувак внутриください. Тут пытаетесь к игру никуда знаете С戮ision. Что у Гумиху что? еще маленькие делают медивака больше не делает оно все очень просто потому что у него делаются 1-1 уже почти готовый 3-й цеха и сейчас арморе и сейчас 2-2 пойдет летает 2-2 так на твиче я никуда не пропал Томаса надо просто тебе гудгейм добавить и все потому что я не могу стримить корейские турниры на твиче а в последнее время в основном они присутствуют почему не могу права там и все дела банят каналы как бы жалуются и тд F-35 питал F-71 сопровождал ну их сбили я на сопровождение из окна взял передал так ну что пока держится Гумич будет атаковать то да должен по идее проатаковать здесь же гидра поперлого там собак забегания а здесь между прочим тоже 3-й цеха и по лимиту это близкая ситуация и по экономике вообще угодно по работе не стоит так депошечки депошечки бараки работают плюс 5 еще у Гумиху 5 сразу же бараков нужно на них устанавливать какие-то пристройки я не знаю что они стоят опять вообще без всего Гумиху занят контролем пока что просрал всеми деваки но не без боя не сдался минус ну вэрингов и даже один гидралис по-моему погиб да вот 2 лаба 3 реактора а нет 3 лаба 2 реактора да так и есть или даже 4 реактора не вот с этим да не чудить барак так что если хочешь там посмотреть на в твиче есть описание названия точнее в твиче есть ссылка на гудгеймерский канал основной там добавь ее вот так то стрима ну сейчас в сентябре и до этого летом много там я летом ездил там на авиацию смотреть как бы сейчас погребы часто гонял с друзьями то есть не каждый день стрима ну почти каждый день хотя бы небольшой стрим тогда есть ну вообще стричом гудгейм в этом плане печаль конечно полная потому что точнее с твичом ютубом заговорился потому что ну каналы то там не развиваются ни прина стримов не почти так неплохой прессинг а гумич идет так ну что кайтит что-то по лимиту на 20 плюс да хоп вот где бейлинга да вот пустить Фигасы есть, всё есть. Так, опять Гумиху приходит 173-146 лимиты. 3-3 грейды через несколько секунд будут. Лимиты боевого на 3-цаху больше. И учитывая, что сейчас в ближайшее время Гумиху будет 3-3-2-2 субиться, при отсутствии ультрала, в которых он пытается уйти, это для Гумиху вообще лучший расклад. Хотя грейды пока ещё 20 секунд. Грейдов, наверное, Су даже раньше того, как они доделаются, ГГ напишет, я так думаю. Ну, как только они доделаются, для Зерга ещё меньше шансов останется. Хата упала, продолжает Гумиху давить. Всё, грейды доделались, 3-3. Третий атак готов, броня сейчас будет готов. И Су улег ещё, да. Хм! 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 Продолжение следует... 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 че лицо помоешь что прям не могу засыпаю ваще еще за фигня игра войска руя атакованы месторождение минералов выработано что ребят тяжко как-то тяжко мне сейчас было но надо блин здесь что-то вообще сегодня сил нет просто вообще двумя сейчас 49 марик в одессе медиваков 6 минок казалось су его давит ну гумиху справился и пока живой медиваки лечит на что энергии хватает про фугас и гумович так и забыл про 3-3 апгрейды вот только сейчас про атаку вспомнил практически аннурина с третьей бронёй заказал атаку 3-ю гумиху в это время забега не лигаем здесь мариков пачка хорошая есть все нормально здесь бэйна атаку продолжает бэйна подавить прирост выдвигается пошел сплит бэйлинги заход маленькие мародюры бэйлингов вообще не пускают вперед так минки хлопают медиваки притягивает ту ничего себе медиваков просто наунижал здесь жесткое гайс начал лагать не знаю я не я мне кажется что нет на мою гулю слился похоже может быть даже из-за этого лага бегая какую кнопку от первого лица смотреть просто смотреть в ctrl f следить за юнитом зажимать зажал если то есть и и и Так, все, хост есть, прыгаю. Светло, то солнечно, то холодно, то жарко, как обычно. Так, я надеюсь хоста нового не будет, сейчас я быстро воды налью. Светло, то солнечно. 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 третья у нас карта получается 1-1, ведь счет напомню, здесь будет 3 играется оно полностью, если даже кто-то 2-0 идет, доигрывается то есть может быть и 3-0 счет даже в легкую ну и после этого матча останется у нас Су против Оптимуса и Кира против Оптимуса две игры, я думаю, что там корейцы абсолютные фавориты, потому что если уж Оптимус корейцы будут разваливать, так этот перебор уже будет какой-то, наверное все-таки вот СССР готов Так, ну а здесь у нас East Watch карта такая вот какая-то хитрая Пулл первый в этот раз решил Су отыграть, бежит с собачками двумя вперед Увером встал в надежде рипера спалить гумиху, сам риперов проверяет здесь не спешит он особо вперед вообще не спешит он Су отыграет Су отыграет Текст, ну два барака, ребят. Два барака маленького в 16 передроб с Асимом, ребят. Угумиху билдешник. Ту забегает. Впалил он барак-то второй. Да, он впалил второй барак. Все ясно. Должно ему стать теперь. Может быть и не надо этого овера доделывать. Да, он отменил нахрен ему. Смотрите, вот что значит. Забежал, два линга потерял, но 100-100 грейт, например, уже и делать не надо. Подумаю, барак там, тем более второй стоит. Это 16 маленьких дроб. Третья хата, криптуморы поперли. Все стандартно. Так, и в третий, и со второго в другом направлении, даже в других направлениях крип идет. Так, а здесь-то есть крип? Сейчас будет только здесь крип. За кусты перетесчет, сейчас энергия накопится, нам будет сюда как-нибудь пильнуть, сюда глянемся. Заказана броня, посмотри, оу, это интересно. То есть, ну, броней, да, любят зерги броней контрить. Эти 16 маленьких раньше, по крайней мере, любили броню делать под этот билд, получается. Здесь у нас нет линга, чтобы криптумор вперед пульнуть. Гумюху, поэтому подсвечивает королеву, и в это время рипер залетает. Далее это разведка. И на мейне криптумор есть, кстати, то есть он мейн со второй, сейчас соединит крипом здесь рампу. Можно будет вот сюда напилить потом, и еще и спрыгнуть можно будет с края вот откуда-то отсюда, туда. Для этого надо много еще крипа протянуть. Собак 18 сделает, стимпак почти готов уже, секунда до стима. Ну, а до апгрейда на броню 40 секунд остается. Тысячный гумич раньше прилетает, это... Так, Эмил там лагает, Эмил хорош лагает. Все-таки убил всю гумиху один медивак, но гумиху тут собак раскрашил, просто жесть вообще. Но еще 9 дронов заказано, и все в порядке. 2 криптумора сразу пилит дальше. Здесь и визжен в итоге будет, и все-все там будет. Окей. Гумиху на центре 2 криптумора разобревает страшного. Там ничего нет. Вниз побежал, что ли? Да, побежал. Вниз тут 1-2 криптумора здесь опять нагадил. Ну и королева все пачки ходит для того, чтобы если гумиху агрессивничать, соберется, еще сразу же дроп отбить. Броня есть у Суэй? Я чуть не понимаю, почему у него грейды никакие не делаются. Сейчас вот когать пошел. Сейчас гумиху обгонит. И у нас 2 эволюшн уже ставить. Не знаю, с 1 грейды с тираном лепить, но это вообще не очень. Парабам с Кусесу по всем вот этим параметрам. Стоит, 2 криптумора потерял, но страшного. Там ничего нет, надо восстанавливать быстрее. Так, криптумора хитро тут. Су. По краешкам раскидываешь гумиху не сканил, не убивал. Плюс еще, так, армор есть. То есть, хелбаты, плюс еще марики будет прессинг. Здесь 9 королев и чисто собаки, между прочим. А не, бейлинги есть, фру. Бейлинги есть, я вам соврал. С бейлингами попроще уже будет. Разворачиваются. Су. Видели, что гумишки ему идут. Еще бейлингов перед. Я смотрю, они ежики какие-то. Я не понял, что это бейлинги. Вот эти вот ежики. Это бейлина у нас получается с таким скином хитрым. Надо бы покусить медиваки, как гумиш до этого тут на гре. Я делал тупо не... как Су до этого делал. Гумишку не мать, жареным запахло. Сразу же улетает. По лимиту уровень. Шпиль скоро будет готов. Газа, су, катастрофически, кстати, на мутальсков не хватает. А здесь бейлинги, кстати, были? Нет. Не морфились. А здесь, да похи закрыть. Толк сюда вообще забегать. А вот то, что третья на золоте, вот это уже заявочка такая, я скажу вам. Нифиговая. 4 бейлинга, минус Су отдала просто. Ну, не получилось зайти. Здесь надо опять крип. Вообще гумиху не дает в центре крип здесь наплодить. Зато наплодил Су под третьей базой своей золотой. В итоге закал и на криптумор пришел сюда в центр. И тоже сразу много криптумора ставит. Ну, чтобы потом вперед проще было вести, конечно. перекинул сразу все и сразу крип растегся. И как королевы тут наставили. Жесть вообще. Гумиху понервничал немножечко, я бы сказал, даже. Здесь у нас дропчик на дальнем направлении. Сразу же окружает с мареком гумиху. Ну, пофокусил. Гумич попытался вейлингов здесь за мареками. Толку от этого мало, мягко говоря. С одного эволюшнусу продолжает. Погодите, два эволюшнуса. То есть он сейчас просто не за каос случайно греет. Каза нет, видимо. Шпиль есть муталисков. Что это? Это вот эта птица? На себе муталиски уродцы такие летают со скином. Вы только посмотрите, дырявые какие-то все, блин. Как грибы с людьми поеденному лесу. Смотрите, какие районы крипа. Здесь крипа миллион, здесь криптумуров дофигища. И сверху третья пачка крипа. То есть даже все, блин, не получается вперед-то кинуть. Часть на КД, часть там уже откатилась, как бы, получается. Нужно кидать сразу же вперед. Еще и гумиху здесь присадить собирается. В итоге, что мы имеем? Здесь муталиск, 105 собак, один из бэллингов и 18 делается. Почти 30 кабейнов будет сейчас. А мута-то где? Мута здесь. Мута-то здесь. Так, еще бэйны пилят. Сыхаев заказал, Су. 73 дрона у него. Золот вовсю качается. Пятую он почему-то пока не ставит. Он сейчас заказывает. Пятую я вижу. Ну, гумиху здесь встал, но у него, блин, реально мало юнитов. Действительно, гигантская армия дома. Надо Су драться быстрее, потому что как только гумиху сейчас подведет все сюда, его будет выбить тяжелее намного вообще. Не знаю, что Су тянет вообще. Контр-забегание какое-то или что он делает сейчас? А, да, пошло контр-забегание. Здесь группка такая хорошая. Гумич Минки вкопал, которые себе же сплэш, по-моему, больше нанесли. Частью отступает юнитов прикрыть свою вот эту группку Су. Кстати, можно было сейчас собаками сюда ломануться муталисками резко. Чик-чик либераторов бы убить, например, попробовать. Так, Ту идет вперед. Гуми поидет точнее вперед. Су, камни пробивают. Су, что ты делаешь-то? Блин, пока камни пробивают, сейчас его в лоб, блин, убьют. Хотя нет здесь минок, здесь мариков и бейнингов очень много. Камни пробиты, пора агрессию делать здесь. 2-2 агрессия тем более готова. Собачки окружают, грызаются. Минки делают залпы, как же бейнингов снесло жестко. Но муты много очень остается. Здесь гумиху проигрывают, естественно. В это время идет атака. Тут выдвигает бейлингов вперед, марика мародеров убивать. И бейлинги доходят, большая часть, но не все. Здесь еще бейлингов пачка есть, плюс собаки, плюс либератора выжили. В это время мута отменяет грейды. Так, третья атака, почему-то ее и не... А что, где третья атака? Собаки накинулись. Бейлинг один где-то сзади там катается. Здесь в 33. Все, грейды выбиты, а мута просто аннигилирует десятером весь прирост тирановский. В итоге, как только здесь отобьется Су, то он выиграет, скорее всего, потому что здесь вообще печаль дома полная. Мута, правда, с одной атакой очень долго этот прирост шатает, но... Полетел домой, собственно, муталисками. Я не знаю, надо ему это было или нет. В атаке, по-моему, очень успешно действовал. Выбил Либераторов. Двеностотри лимита гумиху на шестьдесят... то есть боевого на тридцатку больше гумиху вообще. Муту близко тебе показать. А еще деньги платить, емано. Вот это мута близко. Блин, как ее поймать-то? Такая вот мута. Какие-то шипастенькие все. Ну, это такой шипастенькие скины. Ну, что же, нормально здесь отмазится. Три-три ультралиском. Броня два-два марки против... Ой, ультралы какие-то со скином. Ну, посмотрим, что здесь за скин такой у них будет. У ультралов-то. Бараков у террасы работает аж восемь штук. Это очень много. Загрызли маленькой, беднее вам здесь. Пятая база, вот у гумиху здесь норечку и ультралую. Чем-то похож, кстати, на тот делюкс, вы помните скин, когда при покупке Ходса, который давался, но не совсем он, по-моему, такой. Так, 121, 121, он сейчас туда ждётся, пока гумиху там либератором как-нибудь рейд сделает или чё-нибудь ещё жёстче, я не знаю. 3-3 грейды делаются, гумиху, конечно, сидит, ждёт, ему нафиг куда-то, ему лезь-ка там. Ультралами пробил камни, сусагрился, два ультралеска... Какое бомжарство, здесь дропы буш заходят, два ультрала отдал, они сами вот-то бегут, не понять куда. Ультралескерн пока живой, провал отсюда в разных направлениях гусих, надо бы ещё юнитов боевых заказать. Идёт атака. Ультралинга, бейлинги, всё идёт вперёд. Бейлинги в мародёра взрываются, муталеский корабль разбривает этих либераторов. Два ультра... Это кто такие вообще? Варм хоста, два мисклик, три инфестора, сплита у гумиху нет, вообще просто сум нахрен его сбривает. Ребят, 2-1 победа, всё-таки зерга. Ребят, 3-2 победа. Продолжение следует... Американский сервер, ребят, с Усобтимусом будет играть. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, ребят, две матча остается. Оптимус против Хиро и Суо. Ну, тут, я думаю, что распакуют, конечно, этого голландского тирана. Но посмотрим. Продолжение следует... Здорово всем, ребят. Еще раз. Помните про поддержок, естественно. Подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал по реквизитам официально через Player. Всем за это громаднейшее спасибо, кто так делает. Я переименовываю стрим с Угумиху, даже забыл переименовать вообще. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Так, ну что, ребят, с Уоптимус 2-3 у нас играются все три игры, правда, как я уже говорил, то счет может быть либо 2-1, либо 3-0, здесь другого быть не может в счетах, ну в чью-то пользу, в разных игроков. Ничей быть не может, третьего варианта, соответственно, тоже. Продолжение следует... Ну что же, Су решил, что... Что он решил-то? Ну и надо отменять сразу же, смысла нет, Роуч Ворон делает здесь, естественно. Тиран все понял, он сейчас будет готовиться, естественно, к этому всему делу. Ну и Оптимус будет готовиться. Ну и Су не будь дураком, конечно же, отменил он этот Роуч Ворон. Еще у него экстра сапплайт, за это возник один, вы видели. Продолжает строить рабочих, две королевы дополнительно добавлены. Инъекцию пока делать не будет, что ли? Не, пока не собирается инъекцию делать, Су. На второй хате инъекцию делает. А собачки где? Вот они где стоят. Рипер летает, карта батлом за что-то там. Тоже такая интересная нижняя карта. Какие-то интересные рельефы, по виду необычные. Проход на золото, обходов много всяких. Я не знаю, вот много таких карт прикольных люди делают, но почему-то в ладере всегда так себе картик. Ну это не то, что так всем, большинство у них не попадает туда. Blizzard какую-то свою делают, и зачастую шляпные карты там появляются, которыми все недовольны, нифига. Ну что ли, это как-то сундук вокруг него летает, какая-то хреновина. Штанцлинговый валент-нест. По экономике Су впереди. Сейчас на данный момент, но немножко на 5 рабочих. А учитывая мулов у тиранов, в принципе, такая же. А минеральная даже посильнее может быть экономика. Вот. Ну, что будет в перспективе, сейчас увидим. Понятное дело, Суку варит. Ну, пока игра абсолютно равная идёт. Но и боя не было, с другой стороны. Как только начнётся какие-то движения, бой, то тогда и можно будет что-то понять. Пока этого не происходит, и смысла нет. Что-то по этому поводу рассуждать. Линк занимается ламкости, можно крип сюда дотянуть прямо до второй базы, получается, тирановской. По вот этому проходу узкому. Неслабо тут, собственно, заехал на руку. 8 рабочих. Но здесь что-то тут ещё бейлингами минус Нуусу. 9 рабочих добавляет. Грэды, конечно, не делаются, но вроде всё нормально. А у Оптимуса 2 армори он в мед собирается играть. Вот это что здесь оказывается у нас. Что, 2 рабочих. Ревен выделся автотуретки. Да, да. Ну, у Су 2 эволюшн и гидродент. И с другой стороны Ревен тут летает. Ревен тут летает. Так, ну что же. Крип-умор-то вперёд пойдёт или нет? Возможно, что и да. Нужно тянуть вперёд Крип. 90-102. Оптимус плюс и по лимиту. У него вообще дофига тут юнитов. Грэдики отсутствуют. Кстати, Су. Су рейнжовую начал делать. Он понял, что тут мед, соответственно. Королеву чуть не убили. Ну, ясно. Гидра попёрла. Первое. Вроде как пошатал сейчас неплохо Оптимус Су. Но Су отстроил рабочих. В целом ситуация, как и до этого была, она очень близкая. Но на перспективу, на перспективу. У Су 4 хата. Крипа много. В принципе, да и на перспективу игра равная. Опять же, будет зависеть от того, что игроки будут делать. То есть, мех это очень опасно. Но одна ошибка, и там всю армию можно потерять. Вот. Но, с другой стороны, если делать хорошо грэды на мех, то можно будет очень эффективно драться. И Су будет тоже тяжело. Хотя, это опытнейший игрок против мех юнитов. Мех стилей, поэтому даже не знаю, получится. ли у Оптимуса здесь что-то вменяемое. Гидры все больше и больше. Но, посмотрите, нужно здесь обратить внимание на лимит. А лимит у Гумиху больше все время. При том, что игра идет в мех со стороны тирана. Минус Королева, минус Крипа. Неплохо. Тут Оптимус шатает. Королеву надо увезти. Как же Торы наваливают жестко. Это ж вообще. 147. 103. Четыре племени. 2-2. Даже на мех раньше, чем рейнджовые УСУ. 2-2. Надо зайти и Медиваки попытаться минуснуть. И... Хитрый Оптимус решил забрать Тора. В итоге и Медиваки Тора потерял. Ну, жалко было такого юнита отдавать на Муи, конечно. Ну, вот 81 дрон УСУ. Экономика хорошая. Хайф попертусь. Раскочегарился. Пятую пока не ставится. Ти как отсюда ее занимать с этой стороны. А вот камни. Как-то тяжело бы прийти вообще. Если куда какой-нибудь дров прилетел. Ну, и Оптимус, кажется, вперед поломился. Похоже на то. Похоже на то. Ну, Оптимус пытается запрессовать, ребят. 2-2 апгрейда сейчас на мех. Это просто очень сила высокая. УСУ только через 20 секунд будет готовы, кстати, играть эти грейды. Еще и барак летает, светит здесь все. Гидра под танки поставляет. Три гидральска, блин. На халяву Оптимусу забрал. В это время Харас идет. 7 дронов минус еще. Что-то продакшн какой-то УСУ, я бы сказал. Мог бы быть, он и сильнее этот продакшн. Вайперов, я так понимаю, нет. Да, вайперов нет. И вот бейлинги, блин, я не понимаю смысл здесь. Гидра линга-бейлингов. Вот на эти сиджины. Пойдешь на танки, бейлинги все отдадутся. Халбата-то внутри стоят. Ладно-ка, халбата спереди там пускают. В размен-то обижал бы частью гидры, я не знаю. Мебейлинга лингов. Вот пошла атака. Линга-бейна вперед. И тут колбаты прячутся за танки, естественно. Гидра аннигилирует все. Но хоть, смотрите, неплохо получилось вроде как. Танчики самое главное упали. Гидра вперед идет. Гидра нормально тут прессует. 174, 173, даже СУ еще и в плюс подрался, оказывается. Ничего себе. Мне казалось, что нифига тут не в плюс. Он подрался. Так, а нужно лезть на три танка вот туда вот? Гидра больно, конечно. Как же гидра больно на 2-2 грейдах делать? Жесть вообще. Прям в лоб шутся, сомнет. Нет, два танка. Подошли, не надо дальше лезть. Куда же ты попер? Ему, там еще два танка. Переборщил здесь СУ. В итоге четвертую цеху не заметил. Его оптимус просто застраивать. Дальше 3-3 делаются. В чем проблема-то? Так, гидра вернулся. Опять тут. А, нет, тут не ревен, это гелики. Ну и ревен там рядом висит. Он может прорвать. Хорошо. 7 дронов так и так спалил сейчас. Оптимус СУ. Ну СУ в плюсе полиамиду. Ну что-то, в общем, с коляной какой-то попался этот Оптимус-то. Не просто с ним. Я что-то думал, быстрее будет разбираться с Оптимусом. Корейцы надо приблизить, а то все на дальнем вижниках тяжело. Но 91 дроны, глянь. 91. Инкам давайте глянем. 3 200 зерк. 1300 газа у тирана. 1800 там на 900 с чем-то газа. Пиши разницу. Значительная. Если тиран мубов-то накидает на рамки будет. Дронов столько, что СУ даже не парится, не отводит их. Пусть нахрен. Три убьют и... Ничего страшного. Так, 2, где там 2 бейлинга-то? На халяву 2 гелика сузбрил. Идет вперед. В этот момент уже 3 вайпера имеется. На центре эти узкие проходы. ХЗ какие-то. Мне не нравится. Кстати, красивая карта полуморская какая-то. Что ли, я не знаю. Викинги вперед вылетают. Вайперов, да, нужно сбоку каким-то образом заводить в таких битвах. И стараться поставить зеленку эффективную. Вот она зеленка раз пошла. Она действительно получилась не плохой. Но так. Три зеленки, да. Это все, на что вайперы были способны в данных условиях. А откуда больше. Больше смысла. Ё-моё. 3-3 грейда. Ультралиски развалились. СУ просел по лимиту, главное. А в это время гелики приехали два-четыре дрожжа. СУ вообще прикалываются, что ли, или что? Я не понимаю. Просто разваливают его нахрен. Оптимись, что ли. Вел-вел всю игру. Пошел зачем-то в лоб поломился. Странно, что никто даже не пытается золотые базы занять. Здесь же можно проехать вот отсюда. Прям с мейна взять, выехать, поставить. По-моему. СУ наглеет. Ставит хату вовсе мусорядом. Меню. Ну, хат надо в другом, например, поставить. На дронов восстановить. Что такое? 60 дронов-то я не понимаю. То на 90 жил, теперь, блин, на 60 СУ устраивает, оказывается. Да вот, вот эту хат надо ставить. Можно и камни отсюда провить бы было уже давно. Кстати, и рейвенов всяких проще было бы выцеплять. Здесь крипп от второпища. Опять два гелика заехали. Как же эти два гелика постоянно напрягают у нас. Ну что же, оптимус попер вперед. У него сколько? Погодите, караптеров. Четыре караптера, три вайпера. Он делает дрейд-эспайр, все на брудов рассчитывает. А здесь викингов 9 штук и рейвен. А какой смысл вообще на брудов рассчитывать, когда там рейвен просто... Ой, этот викингов летает больше, чем у тех караптеров. Уже на зелень-то в них кинуть, чтобы как-то тут они дрались более-менее. Так, ну же ли проиграют здесь? Мне что-то с трудом у это верится, но пока похоже на то, что СУ проигрывает, и проигрывает-то жестко, да. Станцы по отплеске под ультра лоплингов притянутых. Груды караптера строится. Ну, караптеров много стоит отметить. И если вайпер энергии напополняют на сосуд, если они энергии напополняют на сосуд, они будут... Они смогут что? Они смогут зеленочку поставить... А, и викингов зеленку кинуть, и в брудов зеленку кинуть, и во все зеленку кинуть. Ну, что-то как-то вот... Лимит-то мне не нравится вот этот, да? 200 и... А, ух, ну-то еще гигантская часть лимит вообще дома. Ну что, левый и нижний угол осталось занять, только, по-моему, здесь никто его, в общем, не занимает. Вот и вот эти золотые базы, я не понимаю, почему никто не старается этого сделать. Все, СУ более-менее по лимиту нормально стал идти сейчас. И караптеры есть против земли, есть. Тут такой интересный заезд, смотрите, через лабиринт, через этот... Идет. Что, пошла атака? Зелень викингов! Хорошая зеленка пошла. Караптеры тоже не щадят. Здесь танки, вот, колбаты проходят. Здесь ультра плюс гидра. Ну и пошли в бой эти все ультралиски, гидралиски. Здесь уже не уйти будет этой группе ультимуса. И здесь можно драться. Груды путь вперед. То есть, куда бруды-то? Если нас тут не контролят. Ну, гидра разберет, в любом случае, танки. Ультрыфит минус еще в том, что у него один куготь грейды вообще. Это жесть. Отсутствует, можно сказать. Су, воздух грейд вообще по нулям у Су. Он вообще не делает грейды. И стоит что-то же здесь. 3-1 викинг, сейчас 3-2 будут. Они начнут разрывать скоро вообще. Блин, какая игра Су сегодня пассивно убогая. Блин, давно такой хрень не... Королевы плюс бруды плюс караптер. Все это вперед идет. Там викингов все больше и больше. Вот, пожалуйста, цеха новейшая. Так, заехали гелики. Здесь и собаки, и плетка, и гидра вообще в хлам есть. Разобрал все сухо. Да надо планетарх хоть пробивать. Конечно же, Оптимус будет пытаться вычинить. Отдаляю немножечко даже за место. Есть Торы здесь, кстати, которые очень неплохо. Бомбят по воздуху вайперы. Поставляется зелень. Надо викингов кидать. Где же викингов-то зеленка какая-нибудь? Караптеры поломились. Караптеров больше, чем викингов. Они, естественно, их свинают. Бруды атакуют. Гидра атакуют. Танки по брудлингам очень жестко бомбанят. Караптеры разобрались. Кажется, суть здесь разобрался с Оптимусом. А ведь близок Оптимус был. Несколько раз в победе вообще здесь. Викинги все сели, кроме... Ч1 сел. Остальные все погибли. Все, говорю, сели. Куда там все сели? В попу лужей, что ли? В лужу копы? Или в попу лужей? Оговорки, заговорки. 129-100, ребят. Да, да, вливает ту Оптимусом. Так, СЦФУ СУ зеленкой залил. Ну, кстати, смотрите. Торов очень много. И Торы способны брудов разбирать. Вот что, собственно говоря, здесь и происходит. Когда брудов мало. Когда брудов много, то брудлингов столько, что они, ну, не дают Торам вообще ходить спокойно. Ну, две базы зато новейшие убил. Сейчас туда уже СЦФУ сразу же полетела. СУ еще 4 бруда делает. СУ ресурсов больше. 7 брудов СУ делает сейчас, ребят. Открою что-то тут, блин. Солнечный, то пасмурно. Тут Солнечный, опять пасмурно. Беспиновый гейзер бесполезен. Так, 4 бруда есть, 6 еще плюсом делается. СУ решил задоминировать воздухом. А оппонент его занимает все вообще. А нет, не все. А нахрен этот он дальний. Больше минералов, но он решил, что это нагло. Золото добыча начинает. Очень давно по СУ вообще как будто на мини-карту не смотрит. Вот же база, займи ты ее наконец-таки, ема. И стоит еще главное. Все, 10 брудов есть, 4 королевы, караптеры. Надо вперед идти. Я не понимаю, зачем дропаться? Здесь же проход есть. Или я не прав? Вот же просто он проехал. Здесь есть проход. Такой бред вообще, блин. Караптеры зеленкой обоссали просто планетарку. Оптимус пытается выщенить, но не успевает. Беда. Беда на планетарке, я бы сказал. СУ привез рабочих туда, где можно просто приехать. Блин, на муве было. Это такое лоб вообще. Ай-яй-яй. Потому что вот Оптимус Дистанс Майнинг сделает сейчас и все. Гридов на воздух как не было у СУ, так и нет. А у Оптимуса 3-2, между прочим, и Ревены поперли. Я не понимаю, чего СУ тянет? Он хочет проиграть, что ли? Или что он делает-то, блин? Пожалуйста, Дистанс Майнинг пошел. Сейчас СУ поймет, насколько он тупой. Что просто сразу золото это не поставил. Он думал, остров это... Блин, возит сюда, да кликнет, и уже они через мейн проедут сюда. Просто все. Так, 136, 117. Не знаю, есть ли вайперы. Вот вайперов я что-то... А! А че не понял? А, Оптимус воздуха не строит. Ёма, он решил брудов Турами отбить. Ну, за это будет наказан, конечно. Тут брудов будет уже сейчас 12 штук. Больше потом еще будет. Здесь на золоте добыча поперла. Последняя фактически база. Крип уже почти здесь находится. Почти под тирановской базой вот этой вот. То есть королевой им даже и приятно ходить там удобно. Даже 14 уже, брудов. Все, сейчас атака начнется. Как же, блядь, долг? Что-нибудь начнет происходить вообще в этой игре? В общем-то понятно, он зажался здесь. Куда ему лети вообще? Ну, Су, может быть, ни разу на эту карту не смотрел. Так, наверное, и есть. И просто, когда ты об сервере спокойно кликаешь, у тебя есть возможность рельеф подрассмотреть. Как ты играешь в игре, у тебя АПМ большой, и карту рассматривать не всегда есть возможность. Поэтому Су и не понимал, что там за база. Конечно, не понять, что это остров, но это все за перевод. Так, брудов надо расплететь. Что Су и сделал. Затранслюзил сразу. Ис и термисела вообще. Все, пошла атака. Бруды королевы, транслюзер дофига. Скоро не способны все убить. Брудов 14 было, осталось 12. Все транслюзится. Сту, конечно же, разбирает здесь. Оптимус. Ну вот, он ждал такого микса, которого разберет просто. Вот так вот. Вторая карта. Еще 2 здесь, и еще 3. Е-мое, в следующем матче Хира против Оптимусу. Ну, ПВТ, я думаю, что так как Мех ТВЗ, не получится затянуть. Хотя, не хочу даже загадывать. Давайте просто посмотрим. По качеству 1.0 СУ. Ты, блядь, что мне тут лечить-то? Охренел. Старкрафт тупорывай. Еще мне что-то предъявляет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ТЛ Натсу против Оптимуса. Майнфайв. Что за Майнфайв, не знаю я такое. Хрень какая-то. Ребят, всех рад видеть. Запись там на две части Разбилась, к сожалению Пока я выкладывать не буду, видимо Су-1-0 повёл А вы помните про просьбу Отключать аналог и поддерживать У меня его канал, естественно По реквизитам официально через плеер Всем за это громадное спасибо Кто так делает Так, ну что, Optimus решил Три барака рипера сыграть, что ли Ну или два барака это рипера Или три, очевидно, абсолютно Ну, это Старо как мир, что называется Эти риперы Но ими мало кто уже играет Потому что они не так и эффективны-то, как раньше А на этой карте Вейти, на этой карте И запрыгнуть-то негде Нам вот здесь и всё Тут как бы досюда крип дотянуло Печаль там у этих риперов Тем более, Газфул первый играет Суп То есть это будет То есть это будет Скорость ранее достаточно А может вообще Роуч Ворон Агрессия какая-то Насчёт агрессии Не знаю, надо ли это делать Скорость поперу Так, Валинга стенка там не закрыта ещё Ну, как только суп поймёт Я думаю, собак просто закажет побольше И всё Ну, как и всё Так, всё Ну что, риперы клепаются. Собака Миссу пытается блокировать реперов. Блокировал одного минус. Остальные дэмэджены, но ушли. Ушли. Прогаря в оптимус. Опять же дал Су войти в рейндж криперам. Ну и Су-3 сгрыз в итоге. Так себе эта ситуация на самом деле для Тирана. Для Зерга. Ой, для Тирана, простите. Так, еще шесть дронов. Броня у Су делается. Здесь пытаются все-таки риперов линги нагнать. Одного еще сгрызли. На ХГСу пошел. Вот он гнаться-то вообще. Через всю карту какой-то сафари дикая просто происходит. Так, третью хатку самцу ставит. Окружил вроде как риперов наконец-таки. Все. Это была долгая погоня. Долго выуживал этих риперов. Просто ловил. Су, но все-таки отловил. То есть, 46 по лимиту. По рабочим. Чуточку сухлюся. Но немного. Ну и продолжается везде майнинг его минералов. Третья база вот туда делается. То есть, перспективы просто прекрасные. Тиран отстает здесь по рабочим. Тиран, ну вот стимпак разве что будет. Но грейды, например, хоть у Сой одна враня, она намного раньше. То есть, экономика лучше. Третьей базы здесь даже и нету ССшечки. То есть, это двухбазовый пуш олен будет. И если Су сдерживает этот пуш, то все отлично будет у него. А чтобы сдержать этот пуш, ему нужно как бы лентнесс доделается. Кстати, не в тайминг даже. С лейером он почему-то. Ему нужно закаять просто по катушке и все ништяк будет вообще. Продолжение следует... Так, оптимул здесь контроллер, ребят, очень неплохо. Я бы сказал, очень жестко СУ напрягал. 50-32 по лимиту, по катушке делаются. Атака делается, щиты сейчас доделаются. Мариков гигантское количество дома сидит. Но здесь голые марики стоит отметить. То есть, как только УСУ будет бейлингом по катухе, а это будет... Но это будет еще, кстати, не скоро. Это будет через 30 секунд почти что. Ему будет попроще, конечно, биться. Вот, марики подходят. Так, попытка лингами окружить идет. Бейлинг доходит. Ну, там удар произошел. Контакт небольшой. Посмотрите, насколько больше боевого лимита сейчас тирана. Это жесть какая-то просто. Еще подходят. Нереальная какая-то пачка мариков здесь. Рипер минус 7 бейнов. Денис, вверх. По катушке наконец-то готово. 106-118. В пользу... Офигеть. В пользу оптимуса по лимиту. Это 1-1, похоже. Рано еще, конечно, говорить об этом на 100%. Но тирана больше. Бейлингов нет. Су вообще сейчас сыграл. То есть он не понимал, что происходит. Он не видел, что это двупазовый прессинг от оптимуса. Знаете, оптимус вообще офигел. Су катает там. Думий еще раз раскатал. Проиграл, правда. Но на уровне бьется там. На одном, фактически. Потеря вообще в 2 раза в пользу. В общем. Ну что же, ждем 3-й решающей карты тогда. Здесь не будет что-то. 3-0 в чью-то пользу. Здесь счет будет 2-1. Кто, видимо, не верит. Он уже проигрывает. Иначе почему-нибудь на верху в игре я хз. Но все-таки гг написал. Вот это да. Оптимус разбушевался, как говорится. mazю. ПCERВО clams FORG 기반 назад. Продолжение следует... 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 пошла добыча. Аккуратнее надо гидральскими быть. Так, везде что-то гелики здесь прессуют. Гидральски не на позиции. Ну, су больше пулемет. Тут 1-1 уже грейды у него делаются. Там 2-2 пошли. Фигеть, блин. Тиран, мех, тиран, блин, где грейды делает быстрее, чем зеркнуть. Это же перебор какой-то. Почему? Оптимус в одни играет гелика Харас. То есть большая часть продакшна этой гелионы. И сейчас танчиков всё добавляет. Гидра идёт вперёд. Сейчас на сплаше. Давай, погибнем. 23 гелиона потерял уже оптимус в этой игре. И построил ещё много-много новых. 174-100 36 по лимиту. Су решил, что всё, пора вперёд. Труба зовёт. Похоже, что да. Гелики уже почти пододвинулись к третьей базе. Надо сейчас спуститься. Так, викинги здесь есть. Марик один. Ну, что, это у Марика толп. Какой. Есть несколько бейнов. Заходят бейны с гидралами. Вперёд. Бейлинги катятся. Танчики выставлены. Танки плюс гелионы, конечно, жгут. Садятся викинги. Кажется, не хватает здесь гидры или хватает. Не пойму. Три танка осталось. Нет, чуть-чуть не хватает. Гидры судит. Но он нанёс урон экономике, ребят. 16 рабочих минус 0. Но проблема здесь какая? Вот она проблема-то. То есть, если оптимус выживет, цеху ещё построят. 2-2 грейды. Экономика-то не такая. У него уж прямо слабая осталась. Берегелика прям в гидру въехали. Не надо так было делать. Один ещё чудом ушёл каким-то. Ну, Су решил, что оптимусу не восстановится. Так быстро. Почему? Потому что он будет быстрее давить сейчас. Это он решил, что оптимусу не восстановится. Он его просто не восстановит. Надо вот отсюда и отсюда, наверное, зайти с двух позиций, получается, Су. Что он и пытается сейчас сделать. С одной, да, и со второй. И просто в танки ворваться. Всё, пошла атака. Гидра спускается вниз. Гидра, линга, в эллинге. В пачке в жёстке нужно сплитить гидру. Сейчас Су пытается сплитануть. Сплитит. Прям вообще гидру. Час-то блок пробил. Гидра 1-1 против меха 2-2. Сейчас зашла и оптимус пробил. Теперь его. Не лезь на рамку, оптимусочек. Куда ты идёшь-то? И он, какая рампа? Что творит вообще? На хуй туда лезет вообще к этой рамке? Танцы бомбанят очень неслабо, но последние танцы падают. Хотя не, главный, 2-2. Собаки 0-0 вообще чё не могут сделать? А нет. С одной бронёй чё собаки танком 2-2 вообще могут сделать? И опять для оптимуса это не, конечно, самое поразительное. Но тут Су решил, что, ну, так можно и допрыгаться, и делает вот кого. С вармпостера, блин. Так, опять гидра сюда приходит. 11 вармпостер строится. Блин, строится. Они по 29 секунд, долго-долго строится. Юниты эти. Конечно. Ну а что? Они зато и эффективны против того, что оптимус делают. 181-107. Сегодня уже видели мы. В финале. Или где мы видели? Как говорится, держите руки над столом. Так. Обе. Ну что, с вами хасты локус-то. Да, полетели вперёд. Брат-братюньки локус-то. Сейчас танчиков прыгнут. Я думаю, несколько танков. Да, залп. Два танка. Уже минутки. Гидра заходит. Вопты падают. За один урок. Три танка. Минусовал. Гидры потерял. Там немножечко. Так. Вопусты. Воздух и подохли. ГГ. Вопты. Понимает, что сопротивление бесполезно. А нам надо хира против оптимуса мая сейчас будет. Здесь вообще хира интересно. Должен быть здесь. Должен быть здесь. Нучусь на некоторое время, ребят. Продолжение следует... 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 Так, ну ждем репки, ребят. Чай, я пока перекушу быстренько, что-то Варди не создает пока. Айти, оптим уже только что играл вообще. А, не, уж давно сыграю. Короче, Варди не нашел. Айти, оптим уже только что играл. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует... 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 Ну, или засоли, замариновать как-то попроще, мне кажется. Там не надо всякие смородину и листы, и т.д. и т.д. Не знаю, что хоть что-то... А, у него добыча есть, между прочим. Вот что он ходит. На самом деле, и выигрывать-то можно здесь ещё. Тупить-то он, ё-моё. Сталкеры пошли, а он тупит что-то. А, вот всё, на мейне всё выбил и полетел туда, наверх. База атакована. Заслушивать как-то хз. Сушёное, т.е. можно суп зимой варить. Некоторые отваривают, просто берёшь, короче, отвариваешь... Ну, как отвариваешь? Минуту до кипения доводишь, минуту кипятишь, сливаешь с них говно всякое выходит и... Ё-моё, чуть не убил. И, ну, ставишь в какой-нибудь пакетик там так вот. Ждёшь пока остынет морозилку, просто потом замораживаешь и всё. Слушайте, у Оптимуса тут... Добыча вовсю идёт, а Хира чё-то бегает тут, лунтит. Ай, минус циклона, какой неприятный эпизод ГГВП полетел. Полёт не туда вообще. Где? Куда? А чё я нажал? Ну, значит, нормально, чё как бы. Да едите вон нахрен, короче. На самом деле и на еду можно много потратить. То есть, как мой друган делает. Например, он не стандартно там лук, картошечку поджаривает. Потом грибы кидает и там сметанкой заливает, чтобы они так протушились. Он по-другому делает. Типа белые крошишь на сковородку сначала. Как бы... Ну, жаришь их без масла, без всего как бы. Из них выходит вода дико, короче, вот. То есть, ты раз воду сливаешь, потом ещё раз воду сливаешь. Вот. И дожариваешь их. Они там настолько уменьшаются. То есть, если полная сковорода будет на дне там как бы. Вот. То есть, выпариваешь. А отдельно также картошку поджариваешь, лучок. И потом всё перемешиваешь. Типа вот так вот. Ну, со специями, понятно, если надо там. Вот. А так задержка 3... 90 секунд на стриме. Ну что же, 1-0 хиро, ребят. И нужно доигрывать все карты. Идем. Нормально просто крято, с��. Например, пирога. И еще одchau. Пирога. Хиро... Льо... В... مر curt Paint... М격 Льо... Şоп... ... Продолжение следует... Так, ребят, смотрю на ваши гребные темы. Короче, всем здорова! Помните, что последний матч у нас на сегодня. Кстати, этот турнир завтра, между прочим, продолжится. Поскольку он будет начинаться. Сейчас я вам скажу так же, как и сегодня в 14.00, насколько я понимаю. Наши КСМ атакованы. Праб почему-то не анонсировано пока ни хрена. Кстати, в понедельник будет Старлига. Так, ребят, здесь рипер летает. Вы видите сами, что делать. Сейчас я вам информацию хочу дать. Да, в 14.00 будет завтра группа интересная. Тиуай, классик, скалер, келажур. Вот такой у нас состав. Блин, ну Гоуфу СК придется пропускать. Не очень хотелось бы. Ну, а что делать? Делать не хрена вообще. Улучшение командного центра. Изык готов. Двенадцать секунд. Вооружен и опасен. Ну и помните, вы поддерживаете, подписывайтесь, поддерживайте Серегу. Помните, а... Локи отключайся там и т.д. Это вероятные, видимо, карты следующего сезона. То есть... Что-то разместят, что нет. Тут дохрена, потому что карты-то на самом деле. Я уже много заметил. Ну что ж, в общем, у СЦЦХа вторая все добывается. Плюс бараки в стим выходит. Но изначально будут, что это, ну две минки по периметру закопаны. Не, медивайки он не строит, дропс-то не будет. Но это значит, что он дает возможность хиры просто халявить десятски. То есть у него Аракул Старгейт, Аракул Феникс, Паржа Твайлайт, то есть... А Глев плюс один, плюс два гейта, плюс один броня или атака, скорее всего, атака вообще. Так, премиум ошибку выдает. ТЗ в чем прикол. Вот. Бывает, что с первого раза не получается, попробуй... А! Давай, удиви меня! Кому навешать! Так. Не задонатите на прем, бывает не подписаться, если от влог урублен тоже. То есть на это время его надо отрубить, каэго. Потом уж можно и врубить, каэго. Лучше этого не делать, естественно. Вот. Но он блокирует, бывает, вот эту всю хрень. Такие случаи были, по крайней мере. Так, плюс три гейта 6 будет, еще два хира добавлять. Смотрите, стенка у него какая-то хитрожопая здесь получилась. А, ну типа вторая, а дальше там третья. В кармане, получается, здесь Диманзерфор висит вообще. Охраняя эту третью базу. Адепту Микселнаги хироч контролит. Ну, на 20 рабочих плюс у него все прекрасно. Плюс... Так, здесь у нас сколько? В общем, гейтов будет 8 штук, как вы понимаете. Будет ли прессинг зилками? Видимо, да. Это броня и зилки, даже не адепту были. Ну, а у Оптимуса двухбазовая. Выход получается. Стим, щиты, фугасы, плюс один. Тайминг интересный. То есть, все это одновременно. Но он как-то рановато прям вперед ломанулся. Если он сейчас до гейдов хотя бы стима придет, его зилки так почикают там вообще. Так, ну что-то Оптимус ходит, смотрит, что, как, куда зайти. Если проб чуть по всей карте ездит вообще. Так. Ну что-то, тут стычки идут. Тирана больше, кстати, полеметские стратегии еще есть, кроме сказа. Да все же те, что и раньше были. StarCraft первый. Тем более, ремастер сейчас выпустили. В HD. WarCraft. Какие-то еще. Для стратегии-то миллион. Для спортивных единиц. Так, ну что, пошла атака, ребят. Залетают Фениксы. Поднимают все просто жестко. Но походу хиро-то здесь развалился. Ничего себе. Оптимусяра тут минусует, по-моему. Все вообще. В общем, если даже хиро победит, то оптимуса в следующей карте будет тайбрейк, но не сегодня. А, перед какой-то другой группой вообще. Что-то в общем заглушуют вообще. Я не понимаю. Стабильно он у каждого корейца по карте взял. И у гумиху, и у су, и у хиро. У всех разных рас при этом все. Дуки застряпших. Пришли с дальней базы. Не знаю, ничего хиро хочет сделать еще здесь. Ну, очевидно, он еще не сделает. Ух, дуру. Ух, дуру. Домаuin часть. Дмитрий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Оптимус из Голландии. Ну что же, 1-1 счет стал. Ну если Оптимус Хира нагнет вообще, то тогда и не надо будет. Я забыл такой расклад. Если Оптимус Хира нагнет, то не нужны будут тайбрейки в итоге. Ну и Оптимус не пройдет, и Хира не пройдет, я так понимаю. Так, да? Ну вот. Продолжение следует... На наши зонды напали. Так, ну что же, на наши зонды, говорят, напали. Так, ну странно. Множество иностранных карт нельзя, как бы, хз. Если хочешь, можешь мне куда-нибудь загинуть, я тебе возьму, как бы, прям с гага счетом. Перворожденные, вы стоят. Так, плитку. Плитка, она не вся, она уже часть покоцанной плитки на этой карте. Прокси Старгейт. Хира пилит. Будет атаковать. Продолжение следует... Так, ну Оракулом Хира неплохо здесь, конечно, нахарасил. Ну как неплохо, четыре рима-то убил. Но это не критично, оказывается, с циклоном мариками. Все, отбил в итоге Оптимус. Еще один циклон строится. Старкор-то нет у него. Три вылетают в рубки. Умудрился Оптимус Рипером еще уйти после минус... После того, как две пробки минуснул. Здесь два Оракула и Феникса продолжают строиться. Ну тут Хира прилетел, такой видит, то редко не стало. Горисимничает. Старпорт, второй барак на Мэйне. Делается здесь пространство, если тут барак сделает, то он стоит, так что будет мешать пристройкой здесь. Блок через СЦЕХ и стенку создастся просто и будет не очень. На Старпорт и Медивак один делается. Может быть, выход какой-то даже хочет сделать с Мэйна. А может быть и не хочет, не знаю. Медивак, это, конечно, очень интересно все, да? Но это друг Минок, судя по всему, просто будет. Сейчас вот может быть сюда, пока их вкопали, например. Хира прилетел, Минку запалил, вот отвел бы в боку, на ревелэйшн не попал. В итоге сейчас, если Медивак вот полетит, все абсолютно четко будет Хира видеть. Причем у Оптимусы бараки так стоишь, что вот залетай оракулами, подрезай рабочих спокойно. Ну и, пожалуйста, полетел. А что Феникс-то висят? Вон, Медивак под ревелэйшн полетел. Сейчас, конечно, он кончится скоро, но... Это же бред полный. Проживает общую скорость. Конечно, Хира, вот он. Ай, чуть промахнулся. Смотрите, Медивак мимо пролетел. Но Хира понимает, куда он мог двигаться. И вот нашел все-таки в итоге. Подрезает некоторыми Фениксами Минки. В общем, не некоторыми, частью. А если быть точным. Четырьмя, двумя Медивак забыли. Вот, пожалуйста. Что значит под ревелэйшном лететь? Ну это глупость же. Тупость, тупость, глупость. Так, циклоны, марики, танки. Пять барак сейчас работают. Опять в двух вазах вы выход оптимус пытаются тут какой-то продемонстрировать. Не знаю, правда, он войти должен здесь. Со Старпор танчик бомбалит. Вы нормали, конечно. Он от пилон сбривает. Пилон-то важнее. Он хоть лимит дает, а Старпор ничего не дает. Уже этот дальний Старгейт, точнее. Две, три, четыре. Где пробки под... А вот, Либератор нам и не пять пробок обтимус брил. По ремету даже в плюсе. И вон сбрил. Здесь Сталкер сбоку зашел. Может переразложиться на Сталкера надо было. Ай, чуть не хватило. Не, на Сталкера был не очень идеи расклад. Надо было на пробок пытаться дальше разложиться. Ну, кинут, не среагировал. Ну, 120, ну, 108, извините, по лимиту вообще. Улучшение завершено. Месторождение минералов... Месторождение минералов истыщено. Так, это что, при попытке премиум так пищи-то купить или... Врачи АХЗ, конечно, не запарил. Ну, как-нибудь, как-то можно это сделать. Странили сюда, потому что точно перевести можно. Вот. Не, на какие-нибудь там эти... Идет Кира вперед, ребят. Оптимуса танки бесить, застимится. Ну, ну, очень поздно. Юнит всех... Ё-моё, как он у него выдрался? И какой у него был хороший лимит, между прочим? Ну, на мэне-то Оптимус унижает, вообще. 2 с 2 хровки минус. Ну, с маута некто нет, в общем, приборка. Еще и улетел. И еще добавил... Вот если бы он здесь хоть чуть лучше дрался, это уже победа была, благодаря этому дропу. Так, еще одного феникса хира подрезал. Это время на дальнюю приходить. Два оверчажа. Один до танчика достает. Куда же ты прикройся, танк, балденчик? Танк не прикрыл. Здесь два медивака опять на мейн. Полет пошел. Пилон избривается. Еще один танк прирост и подходит. Сейчас разморозится замороженная до этого маленькая мародера. Адепт убивает. Два эморкла у Кира здесь есть. Блин, на грани здесь вообще игра-то идет. Ничего себе. Танчик ТВ сбрит. Адепты плюс эморкла очень жестко проходят. В это время два тех медивака, которые... Этот дроп просто, я не знаю, этому дропу памятник надо ставить в таких играх. Этот дроп сделал невероятную работу вообще, если честно. Но все равно он оптимус не может тащить, похоже, потому что на Кира больше. Даже фугасов у Кира здесь делали. Молодец, вот, ну что и говорить. Фугасов, не знаю, играет в телепорт Кира. Домой делают, вот, фокуснул бы Мазеркор или там эморкла какого-нибудь, может, что-то подрешал. В итоге экономика Кира просто зарешает здесь. Кира. Ну, все-таки оптимус и Кира сбривает, ребят. И, может, вы зарешали. Будет тайбрейк когда-то между Кира, Су и Гумику. Опа, размен пошел. Оптимус не сдается до конца. Нет, ГРУП. Так, не надо себе пухарень там писать. Короче. Зачем тебе переводить на карте, если там такая комиссия. Привези, так, че. Сейчас выясним, когда тут должны быть эти переигровки. Привези. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...